Флагманское учреждение отмечает юбилей. Полный зал гостей, учителей и воспитанников. 21-й лицей всегда гордился своей историей. Та база, которую заложили наши, те, кто начинал, зачинатели этой школы в 1938 году и позднее, это были всегда энтузиасты. Это всегда были люди, которые со временем не считались. Это были люди, которые искали что-то новое в воспитании, в обучении. Почти вся жизнь Натальи Михайловны Костериной тесно связана с 21-м лицеем. 45 лет назад ее пригласили преподавать русский язык и литературу. В этой школе занимались ее дети, сейчас учатся внуки. Моя жизнь связана с 1979 года с этой школой. До сих пор не расстаемся, потому что и школа очень внимательна к ветеранам. Мы здесь не последние люди. И здесь очень чтят как раз корни, то есть тех людей, кто создавал. Месяцы репетиций, улыбки, цветы, воспоминания выпускников. 85 лет – вот раз солидный. Почти четверть этого срока возглавляет лицей Нина Писарева. Секрет в том, что мы умело сочетаем новации и традиции. И работает профессиональный, высокопрофессиональный, любящий свое дело коллектив. И наши дети талантливые. И все наши идеи, все наши инициативы поддерживаются родителями. Среди выпускников лицея – чемпионка России по легкой атлетике Мария Сизякова, руководитель Ивановского института материнства и детства Любовь Посесеева. Ученые, врачи и госслужащие. Здесь очень замечательный педагогический коллектив. Здесь реализуются новые, интересные для всей страны идеи. Это электронная библиотека, это электронные дневники, это электронные столовые. Эти вопросы связаны с организацией учебного процесса. И Сильный лицей является той площадкой, на которой учатся другие школы, другие образовательные учреждения не только нашей области, но и всей Российской Федерации. На юбилей вспомнили тех, кто стоял у истоков. В этот день встретились учителя со своими выпускниками. Ряду педагогов вручили почетные грамоты и благодарности. Владимир Еремин, Ленин Железов, телекомпания БАРС.